Моя ненаглядная девочка, 57-я Асирия. Осторожно, Себастьян! Моя рука, Флора, я ушиб руку. Флора, что случилось? Что с Себастьяном? Моя рука, что случилось? Что случилось, чемпион, боже мой. Моя рука, что случилось, Флора? Не знаю, какой-то псих наехал на него. Осторожно, моя рука. Спокойно едем в больницу. Моя ненаглядная девочка, 57-я Асирия. Перевод Вики Тивина. Субтитры Юля 2011. Организатор перевода Ланчик 74. Озвучка Мария. Если ты говоришь правду, мы должны остановить Рассау. Но я не могу ничего сделать. Я решила поговорить с вами, потому что вы можете. Эстебан – ваш сын. А он-то думает, что его мама счастлива. Фернандо, вы должны поговорить с Эстебаном и рассказать правду. Ты знала все эти годы, что происходит. Почему не поговорила с Эстебаном? Из-за Рассауры я хотела ее защитить. Когда Эстебан узнает, как ему врала мать, когда поймет, что Мария Делалус – это женщина, которую он любил много лет назад, что его мать разлучила их ради мести, он ее возненавидит. Хочешь, чтобы я это сделал? Ты не знаешь, что значила для меня Рассаура? Конечно, знаю. Но вы должны выбрать между правдой для сына и защитой женщины, которую всегда любили. Боже мой, где Мария Делалус? Она сейчас так мне нужна. Кому мне позвонить, знаю. Я бы не хотела, но другого выхода нет. Я бы хотела сделать это, но мне осталось больше ремидов. Да-да? Не сейчас. Пожалуйста, не сейчас. Я не могу. Мне нужно успокоиться. Ответь, это может быть важно. Вдруг это папа звонит из концерна. Ответь. Алло. Флора. Что случилось? Прости, что беспокой, я не знаю, что сделать. Не могу найти Марию Делалус. Мы в больнице. Себастьяна сбила машина. Что? Стой, Флора. Как это Себастьяна сбила машина? Это серьезно? Где он? Что случилось? Похоже, он сломал руку. О, Алекандро испугался. Мы в центральной больнице. Я еду. Жди меня, я еду. Ты поедешь туда? Нет, Алекандро. Не надо. Так, что происходит? Пять минут назад ты выгоняла меня, а теперь хочешь, чтобы я остался? Ты нервничаешь, побледнела. Мне страшно. Останься. Не уходи. Нет. Плевать, что случилось у нас с Марией Делалус. Себастьян. Мой мальчик. Ясно? Ай, боже мой, только бы не то, о чем я думаю. Нет, это не могла быть Росаура. Смотри, сколько времени. А я не позвонила дому, чтобы узнать, как Себастьян. Любимая, зачем? Жи, я подарил тебе сотовый. Я не привыкла. Когда поговорила с тобой, я выключила его. Так, включи. Да. Смотри, у меня сообщение. Наверняка от тебя. Да. Нет, я бы с радостью оставила тебе сообщение, чтобы сказать, как я тебя люблю. Но, к несчастью, это не я. Мария Делалус, мне жаль тебя расстраивать, но я не знаю, что делать. Себастьяна чуть не сбила машина. Мы в центральной больнице. Похоже, он сломал руку. Я не нашла тебя и позвонила Алекандро. Боже. Что случилось, любимая? Кто это был? Флора. Похоже, машина чуть не сбила Себастьяна. Они в больнице. Едем я с тобой. Нет, отвези меня, но сам не заходи. Флора не знала, как быть, и позвонила Алекандро. Он, наверное, там. Сейчас мне не нужны ваши стычки. Вспомни, Себастьян еще не знает о нас, если увидит, что я пришла с тобой. Не знаю, он что-то сделает. Хорошо, я отвезу тебя в больницу. Ладно, идем. Произошла стычка во втором блоке тюрьмы Сан-Хуан в Морос. Это же тюрьма, куда отправили. Читайте, самое интересное дальше. В стычке погибли несколько заключенных. Хаврил Пероса, Педро Лопес и Габриэль Фуэнтес. Габриэль Фуэнтес. Габриэль Фуэнтес. Поздравляю, Луис Альфредо. Одной помехой меньше. Вы понимаете, какой конец ждет того, кто предаст меня? Можно задать вопрос? Почему вы говорите со мной таким тоном? Просто так, Луис Альфредо. Я просто напоминаю, чтобы вам не захотелось этого сделать. Синерита, недавно сюда привезли мальчика. Он попал в аварию. Идите в приемную, спросите медсестера. Они вам все скажут. Спасибо. Не за что. Мама, как хорошо, что ты пришла. Где ты была, дорогой, милый? Твоя мама очень занятая женщина, чемпион. Успокойся, дорогой. Мама здесь и никогда тебя не оставит. Обещаю, дорогой. Я думал, моя жизнь наладится, но с Себастьяном произошел этот несчастный случай. Несчастный случай? Да, машина чуть не сбила его, когда он шел из школы. Боже мой, это Рассаура. Не расстраивайся, Фернандо. Ничего серьезного. К счастью, он лишь сломал руку. Меня беспокоит поведение Сабы. Не знаю, что делать. Если бы я знал, как тебе помочь. Ты и так мне помог, Фернандо. К тому же, это моя личная жизнь. Хорошо, хоть похуже. Мама приняла мои отношения с Марией Делалуз. Сейчас тебе нужно быть сильным, Эстебан. Возможно, грядут сложные времена. А о чем ты? Подожди, Фернандо. Да, Марица, говори. Хорошо, иду. Фернандо, мне нужно в кабинет Крестоболя. Но ты не уходи, когда вернусь, продолжим наш разговор. Что теперь ты будешь делать, Фернандо? Хакина была права. Росаура способна на всем. Дорогой, как ты? Как ты себя чувствуешь? Очень болит рука, мама. Думаю, я больше никогда не смогу бросать мяч. Не говори так. Вот увидишь. Ты поправишься, милый. Ты чего, парнишка? Иди сюда. Почему это ты думаешь, что больше не сможешь бросать мяч? Думаешь, ты первый пинчер, который ломает руку? Это случается на каждом шагу? Вот ты увидишь раньше, чем ты думаешь, ты снова будешь бросать. Даю слово. Слово кого? Слово папы. Папа рулит. Мама, почему ты оставила меня одного? Не приехала сразу же. Дорогой, что-то я приехала, как только Флора мне сообщила. Дорогой, ты же знаешь, мама далеко работает. Я с трудом с ней связалась. Дорогой, главное, все уже хорошо. Врач тебя осмотрел, ты скоро поправишься. Мама здесь. Ладно, пойду за машиной, подождите меня здесь. Да. Отнесу Себастьяна в его комнату. Да, пожалуйста, сейчас приду. Спасибо. Тетя, что? Расскажи все, что видели. Опиши машину, ты запомнила номера? Хоть что-то, любую деталь. Мария Делалус, все случилось так быстро. Я еле успела оттолкнуть мальчика, чтобы машина его не сбила. Ты даже не видела, кто был за рулем? Мария Делалус, ради бога, если бы я что-то видела, мы бы сейчас не разговаривали. Не знаю, цвет машины красный, винный или коричневый, не знаю. Машина была новая, что еще? Ты же знаешь, я в этом плохо разбираюсь. Тетя, что? За рулем была женщина? Мария Делалус, ты думаешь, это Расаура? Вот бы ты был моим настоящим папой. Ты чего? Мы же договорились, что всегда будем как отец и сын. Да, но если бы ты был моим папой, я всегда был бы с тобой. Если бы моя воля, я бы никогда не ушел из этого дома, чемпион. Но между мной, твоей мамой, кое-кто встал, она выбрала его. Что по делу, чемпион? Пока кто встал, я не понимаю. Как чемпион? Мама тебе ничего не сказала? Про что? Про Эстебана? Про Эстебана? А что с Эстебаном и мамой? Привет. Ты? Что с тобой? Почему тебя так удивляет, что я пришла к сыну? Да, я поражен. Поражен? Да, меня поражает. Ты даешь жизни обещания, а она так быстро отвечает тебе. Фернандо, я тебя совсем не понимаю. А я знаю, что мы будем делать. Мы? Подожди-ка, Фернандо, я знаю, что тебе нужно. Марица, да? Хочешь принести два хлеба и кофе? Конечно, сейчас. Спасибо. Кофе пойдет тебе на пользу. Росаура, мы должны сейчас же сказать Эстебану правду. Прости, чемпион, я не должен тебе говорить. Думаю, это не мое дело. Нет, что говорить? Что с Эстебаном и мамой? Я думал, Мари Делаус уже тебе сказала. Лучше подожди, она сама тебе скажет, чемпион. Нет, мы же договаривались, что у нас не будет секретов. Ты мой папа или нет? Мой брак с твоей мамой закончился по вине Эстебана. Он встал между нами и разлучил, чемпион. Что? Да, ему было плевать на свой брак и на то, что я был женат на твоей маме. А ты был мне как сын. Он влюбил ее в себя. Ложь. Поэтому мама выгнала меня из дома. Он обольстил ее. Обманул. Пообещай, чемпион, что ничего не скажешь маме, иначе она меня возненавидит. Я ничего не понимаю, Алехандро. Поймешь, чемпион, она тебе объяснит. Но не говори ей, что я тебе сказала. Она даже может запретить мне видеть тебя. Но я люблю тебя, Алехандро. Ты мой папа. Думаешь, скрывать от него, кто его отец? Его роман с Марьей Делалусой, его сына, это уважать его права? Ты спятил, не запрещаете говорить об этом моему сыну. Я бы не хотел говорить ему. Лучше бы ты сама рассказала ему, тогда он тебя не возненавидит. Скажи ему сама. Я сказала правду. Нет, врешь. Ты не сказала правду, но скажешь сейчас. Дай себе шанс, Расаура, и дай шанс всем нам. Нет, замолчи. Все это чушь, Фернандо. Хорошо, тогда я ему скажу. Эстебан имеет право знать, что я его отец. Послушай, Фернандо, если скажешь хоть слово, я убью тебя. Клянусь, я убью тебя. Я прекрасно знаю, что делаю, говорю. Я защищаю сына. Нет, ты используешь его, чтобы отомстить. Ты никогда не заботилась о благе Эстебана, только о своем. Я знаю, что плохо, а что хорошо. А кто ты, Бог? Все кончено. Хватит. Не смей говорить об этом с Эстебаном. Тебя нужно остановить, Расаура, и я это сделаю. Тогда не забывай, что я сказала. Я убью тебя. Я больше не хочу с тобой говорить. Ты предупрежден. Ты тоже. И не думай, что я тебя боюсь. Ты совершаешь ошибку, меня следует бояться. Расаура, образуемся, положись на меня. Я хочу тебе помочь. Нет, ты хочешь разрушить то, что я строила годами. Я тебе не позволю. Я хочу рассказать о себе. Много лет назад я думал, что понял, почему ты меня бросила. Я очень переживал, но проглотил боль, думая, что так будет лучше для тебя. И чего ты ждешь? Что я буду всю жизнь с долгом перед тобой? Нет, ты мне ничего не должна. Я ни в чем тебя не упрекаю. Я думаю о будущем. Мне кажется, лучшее будущее для Эстебана. Знать правду. Так лучше для Эстебана и для всех нас. Жаль, что ты не сможешь видеть его, если пойдешь против меня. Если хочешь жить, не забывай, что я сказала. Доктор, что мы должны делать? Нужно наблюдать беременность, внимательно следить за ростом ребенка и фибромой. Если все будет под контролем, проблем не должно быть. И я смогу родить? Если все будет хорошо, да, сеньора. Вы можете вести нормальную жизнь, даже работать, пока хотите. А во время родов мы сможем удалить фиброму? Доктор, я не разбираюсь в этом, но можно как-то помешать фиброме расти. Молитесь. Все в руках Бога. Ваша жена должна решить, будет ли прерывать беременность. В любом случае будет множество последствий. Прости, Фернандо, не знал, что ты занят. Проходи, Алехандро. Эстебан тут? Да, он наверху с Крестоболем. А, пойду туда, большое спасибо. Говорю же. Черт, Фернандо, не знал, что ты здесь, прости. Если бы знал, позвал бы тебя вместе с Эстебаном, у нас хорошие новости. Да, адвокат Ленарис подготовил бумаги, чтобы запатентовать твое открытие. Здорово, отличная работа. Не преувеличивайте, все оказалось проще, чем я думал. И ты все четко прописал, вот просмотри. А вы что думаете? Фернандо, разве мы бы стали читать раньше тебя, важно лишь твое мнение? Ну нет, ты тоже часть этого. Должен признаться, я очень хочу это прочитать, но лучше просмотреть тебе. Завтра утром хочу пойти регистрировать. Что мне делать? У Камилы случится инфаркт, когда она узнает. Поэтому твоя мама выгнала меня из дома. Он обольстил ее, обманул. Но обещай, чемпион, что ничего не скажешь маме, иначе она меня возненавидит. Привет. Вот печенье для моего мужчины. Как ты себя чувствуешь, дорогой? Рука сильно болит? Немного. Просто неудобно. Я ничего не могу с этим сделать. Милый, вот увидишь, это ненадолго. Мы будем молиться, чтобы рука быстрее зажила, и тебе сняли этот неудобный гипс. Сегодня я осматривала дом, где будет фонд, который организовываем мы с Доней Консуэлла. Прелестный дом, там большой сад, много света, места. Уверена, он тебе понравится. Хочешь, завтра заеду за тобой в школу, мы поедем его смотреть? Если хочешь. Себастьян, дорогой, выше нос. Когда снимут гипс, рука будет такой же? Нет, даже лучше, чем прежде. Знаю, Алехандр уже сказал мне, доктор ему сказал, через две недели я поправлюсь. Дорогой, почему же ты переживаешь? Что с тобой, Себастьян? Себастьян, мама, ты никогда не сделаешь ничего, что ранит меня. Себастьян, что за вопрос? Ты самая важная в моей жизни, дорогой. Ты важнее всего для меня. А ты для меня. А еще Алехандр, он всегда будет моим папой, да? Да, дорогой. Он всегда будет тебе как папа. Когда мы зарегистрируем бумаги, никто уже не сможет отрицать, что наша система добычи эксклюзивна. Если хочешь, можешь просмотреть бумаги у меня в кабинете Фернандо. Да, не будем откладывать. Алехандро, знакомься, это адвокат Линарис, один из лучших специалистов нефтяной промышленности. Он будет нашим юридическим представителем. Очень приятно, я к вашим услугам, адвокат. Отлично. Сеньору Линарису как раз не хватает кое-каких данных, чтобы закончить документ. Я помогу, сеньор. Нужно что-то сделать, чтобы помешать регистрации. Боже мой, что ты делаешь со своей жизнью, Исабель? Это же кошмар, кошмар. С Алехандро, не хочу. А теперь еще и Росаура, боже мой, что со мной происходит? Все, успокойся. Подумай. С мальчиком просто произошел несчастный случай. Это ужасное совпадение. Вот и все. Почему же она не стала отрицать? Боже мой, Эстебан, почему ты меня бросил? Ты был моей жизнью, уверенностью, дорогой. Папа, нужно тебе позвонить. Ты мне нужен, нужен, папочка. Ты мне нужен, папа. Приготовлю тебе чай, или ты хочешь чего-то другого? Нет, не беспокойся, хотя да. Чего? Хуар, Карлос, все очень тяжело. Ты оказался в такой ситуации из-за моей неосторожности. Мерседес, не продолжай. Думаю, мы обсуждали это достаточно. Я также ответственен, как и ты. Я ни о чем не жалею. Окей? Что ты думаешь о словах врача? Думаю, тут не о чем думать, Мерседес. Хотя, конечно, твое мнение главное. Хуар, Карлос, не ходи вокруг да около, скажи напрямую. Ясно же, ты уже принял решение, от которого зависит наше будущее. Скажи, что ты решил. Мне жаль, Мерседес, но ясно же, в такой ситуации ты не можешь рожать. Повтори, что сказал. Ты же слышала. К несчастью, похоже, уже ничего нельзя сделать. Завтра утром они пойдут получать патент на систему Гарсиса. К тому же концерн нанял адвоката, эксперта в области промышленности. Как его зовут? Хуан Мануэль Линар. Что? Постарайся понять, Мерседес, послушай. Не хочу слушать. Тут нечего слушать. Ты все сказал? Для тебя этот ребенок проблема, абуза, помеха. Прекрасно. Но это мой ребенок, и я его рожу. И не беспокойся, Хуан Карлос, я освобождаю тебя от ответственности. Не упрямься, Мерседес. Думаешь, я не хочу иметь ребенка, нашего малыша? Для меня это святое, но несчастье, твоя жизнь в опасности. Это моя жизнь, как ты сказал. Я не боюсь. Не понимаю, в чем проблема, Хуан Карлос. Я не хочу тебя потерять. Я боюсь, что ты умрешь. Мерседес, послушай, если придется выбирать, я выберу тебя. Мерседес, поверь, для меня это сложное решение, но я не хочу тебя потерять. Хуан Карлос, ты слышал врача? Он сказал, есть вероятность, что все будет хорошо. Я верю в это, Хуан Карлос. Мерседес, разумнее всего прервать беременность сейчас, когда еще есть время. Пусть ударят фиброму, потом мы сможем завести детей без проблем. Конечно, для тебя все очень просто, но не для меня. Посмотри на меня, мне 40 лет. Может, это мой последний шанс снова стать матерью? Я не просила ребенка, но так случилось. Бог подарил мне эту радость, я его не потеряю. Кто сказал, что ты не сможешь снова забеременеть? Что за глупости, Мерседес, на первом месте ты, потом у нас будут дети? Нет, Хуан Карлос, нет. Для тебя все просто, ты молод, у тебя вся жизнь впереди. Не продолжай. Почему тебе так трудно понять, что я боюсь тебя потерять? Я умру, если с тобой что-то случится. Как ты не поймешь, что я это делаю из любви к тебе? Хуан Карлос, я не просила этого ребенка. Но теперь он внутри меня, и я не упущу шанс снова стать матерью. Но ты идешь по самому простому пути, который не лишит тебя сна, не усложнит твою жизнь. Конечно, я выбираю самый легкий путь, ты права. Ведь если еще немного подождать, у меня на шее не будет жены и ребенка. Ты ошибаешься, этого не может быть. Может, ты не так расслышал имя адвоката? Нет, я уверен, Хуан, Мануэль, Ринарес. Этого не может быть, Алекандро. Не работал с ним, я с ним познакомился. Это ложь! Камила, в чем дело? Ты его знаешь лучше, чем ты думаешь, но если подумать, все это очень интересно. Раз концерн бросает мне такой вызов, я его принимаю. Если честно, я ничего не понимаю, но думаю, я тебе больше ничего не должен, да? Ну, нет, завтра ты должен помешать регистрации. Ты должен докладывать мне о каждом шаге, Хуан, Амануэль, ясно? Можешь идти. Они решили поиграть с огнем. Они получат огонь? Думаю, ты совершаешь большую ошибку. Я знала, папа, что ты так скажешь. Как ты можешь вставать на сторону Эстебана? Успокойся, возьми себя в руки, я всегда буду на твоей стороне, дочка. Так чего же ты от меня хочешь, чтобы я нарисовала улыбку от зуба до зуба, похлопала его по плечу и сказала, любимый, спасибо за все. Нет, дочка, я хочу, чтобы ты была счастлива, и чем быстрее, тем лучше. Тогда не проси меня вот так спокойно отпустить Эстебана. Дочка, я не понимаю, что случилось с Эстебаном. Но хоть я и не понимаю, это реальность. Раз Эстебан полюбил другую, неважно кого, я не хочу, чтобы он был с тобой. Я хочу, чтобы ты была всем для мужчины, что будет с тобой. Такой человек где-то есть? Папа, знаешь, что будет, если мы с Эстебаном разведемся? Я перестану быть женщиной. Не говори глупостей, Эстебан. Что ты говоришь? Папа, это не глупость, я перестану быть женщиной. И стану никем. Ты не понимаешь, я молода, у меня есть деньги. Я красива. Думаешь, я боюсь остаться без мужчины? Что же тебя беспокоит, что тебя заменят на другую? Ты меня не понимаешь. Понимаю из собой. Просто ты растерянна, тебе нужно время, чтобы подумать. Я не стану говорить тебе, что делать. Но если ты будешь сидеть и переживать, я не стану молчать. Милая, ради Бога, я всегда буду на твоей стороне. Всегда. Так ты мне поможешь? Конечно. Тебе нужны адвокаты? Самые лучшие? Они у тебя есть. Нужна компания? Самая лучшая? Она у тебя есть. Не хочешь, чтобы тебя обеспокоили? Открой дверь, и я уйду. Дочка, я даже готов отвезти тебя на дискотеку, если это сделает тебя счастливой. Послушай, Сабель, никто на свете не хочет больше меня, чтобы ты была счастлива. Маме, очень повезло с тобой. Нет, это мне повезло больше всех на свете. У меня была твоя мать. А теперь есть ты, дочка. Папа, не дай мне потеряться. Пожалуйста. Ну что ты? Эстебан, я так соскучилась. Я будто всю жизнь по тебе скучала. Так сильно. Мы же не виделись несколько часов. Да, но часы показались мне веком. Я так переживала за Себастьяна и хотела, чтобы ты был со мной. Я не был ни по своей вине. Знаю и знаю. Так было лучше. Но я все равно скучала по тебе. Ты был мне нужен. Как ты, Себастьян? Я привез ему подарок. Можно я к нему поднимусь? Конечно, он тебя очень любит. Ты его супердруг. Что-то выяснили про машину, что его сбило. Все случилось так быстро, что Флора не успела рассмотреть номер и водителя. Она лишь запомнила, что это была красная машина последней модели. Красная машина, может, это была пьяница. Иди ко мне. Успокойся. Ты переживаешь, как Себастьян примет нас, да? Да. Не переживай, успокойся. Вот увидишь, когда он поймет, как сильно я тебя люблю, он будет счастлив, так же, как и мы. Но сейчас ты лишь отнесешь ему подарок. Конечно, смотри. Мяч, подписанный Педром Мартинесом, звездным питчером Бостона. Как тебе? Эстебан, где ты его взял? Мне его подарили в Бостоне, думаю, ему будет лучше у него. Он будет ему стимулом, когда рука заживет. Я люблю тебя. Боже мой, как же я тебя люблю. А я тебя. Флора, а где мама? Вышла на минутку, сейчас вернется. А что, тебе плохо? Тебе что-то нужно? Хотел купить жвачку у синьора Илея. В киоске? Одного я тебя не пущу. Возьму деньги, схожу с тобой. Я вызову лифт, а то синьор Илей скоро закроется. Привет, супердруг. В чем дело, супердруг? Ты мне не ответишь? Что с тобой, дорогой? Ничего. Правда ведь ничего, супердруг? Я тебе больше не друг. Себастьян, ты лишил меня папы. Папа, мне так помог твой приход. Спасибо. Говорил же, если буду тебе нужен, звони. Прости. Если это Эстебан, он заметит, как ты взволновала, так что держи себя в руках. Алло. Привет, это я. Твой обожаемый мучитель. Росаура, привет, как ты? Береги себя, дочка. Если что, звони. Окей? Я же просила, мне больше не звонить. Чего ты хочешь? Оставь меня в покое, Александра. Пойми, оставь меня в покое, болван. Алло, это Исабель. Оставьте свое сообщение после сигнала. Спасибо. Ты все время ругаешь меня. Указываешь, что делать. Да еще бросаешь трубку. Тебе лучше быть помягче со мной, Исабель. Ответь. Возьми же трубку, Исабель. Не играй с огнем, Исабель. Или пожалеешь. Возьми трубку. Возьми трубку. Возьми. Себастьяна, не знаю, почему ты так сказал, все не так. Я видел вас, видел, как вы целовались, да, но поэтому ушел папа, да? Себастьян, давай поговорим спокойно, как добрые друзья. Я больше тебе не друг. Я могу объяснить. Я не хочу ничего слушать. Я тебе больше не верю. Себастьян, во всем виноват я. Я должен с ним поговорить. Не сейчас. Я должен был подумать, что это может случиться. Мария Далаус, извини. Тебе лучше уйти. Дай мне с ним поговорить. Пожалуйста, скажи ему. Все, что нужно, я ему скажу. Ну, ты должен уйти. Я тебе позвоню. Иди. Что случилось, Мария Далаус? Что с Себастьяном? Он в своей комнате? Да. Мне нужно с ним поговорить, я потом тебе все объясню, Флора. Ну, почему он так ворвался? Боже мой. Себастьян, дорогой, отдай подушку. Не надо так, мы должны поговорить. Я не хочу с тобой говорить, не хочу тебя слушать. Уходи, мама. Нет, я не оставлю тебя тут злиться и выдумывать того, чего нет. Отпусти подушку, Себастьян. Осторожней с рукой. Себастьян, милай, милай. Себастьян, послушай меня. Тут и думать нечего. Я вас видел, видел, как вы целовались. Это так, дорогой, клянусь. Я бы хотела, чтобы ты узнал по-другому. Прости меня, я не должна была. Себастьян, я хочу объяснить тебе свои чувства к Эстебану. Наши отношения. Мне плевать, я лишь знаю, что из-за Эстебана папа ушел. Это не так. Себастьян, дай мне сказать. Из-за него ты выгнала папу из дома, да? Из-за него ты рассталась с папой. Кто тебе это сказал, Себастьян? Алехандро? Да, Алехандро. Он любит меня. Он мой папа. И не смей запрещать ему навещать меня. Я тогда зазлюсь на тебя и разлюблю. Себастьян, дорогой, пожалуйста, милый, давай поговорим. Отстань, я не хочу тебя слушать, уходи. Пожалуйста, я не хочу тебя слушать, уходи. Уйди из моей комнаты, я не хочу тебя слушать. Окей? Уходи, я не хочу тебя больше слушать. Ищи, Марица, он должен быть где-то тут. Куда он его положил? Недавно я его здесь видела, инженер. Без этого документа адвокат Ленарис не сможет указать ограничение сельвы. Ты точно знаешь, что он тут? Конечно, инженер. Эту бумагу прислали из нефтяной компании. Я сама положила ее в папку. Отлично, прекрасно. Но если мы не найдем ее, Марица, завтра утром адвокат Ленарис не сможет ее предоставить на регистрации патента, как хочет Дон Крестоболь. Добрый день, что вы ищете? Инженер, простите, инженеру срочно понадобилась одна бумага. Эстебен, прости, но мы спешим, мы ищем бумагу по сельве. Они должны быть предоставлены при регистрации. Эти документы в кабинете Крестоболя. Я сам отдал их ему на прошлой неделе. Отлично, тогда спасибо. Извините, инженер. Да, это я. Подождите минутку. Алехандро, потом мы должны поговорить и не о нефти. Пусти, тетя. Я этого так не оставлю. Я должна поговорить с Алехандро. Он не имел никакого права. Подожди же. Ты лишь еще больше осложнишь ситуацию. Ты никуда не пойдешь. Больше? Я не могу позволить Алехандро настраивать Себастьяна против меня. Мария Делалус, чего ты хочешь? Пойдешь и устроишь скандал? И чего ты добьешься? Он поймет, что Себастьян тебе сказал, как раз этого он и ждет. Пойми же. Что же мне делать? Я знаю. Я сама отчасти виновата. Не нужно было разрешать Эстебену идти со мной, да еще целовать. Но как я могла знать, что лифт откроется, а Себастьян будет там и увидит нас? Так уж случилось. Как Алехандро мог так поступить? Он же знает, что Эстебен его отец. Скажи. Значит, он врет, что безграничная любит Себастьяна? Неужели он не понимает, что для него это значит? Мария Делалус, я не сомневаюсь, что он его любит. Просто он обижен и злится, потому что потерял тебя? Не знаю, что ты будешь делать, Мария Делалус. Но не думаю, что Себастьян так легко примет ваше со Себеном отношение. Прекрасно, Хуан Мануэль. Сегодня ты поймешь, что меня нельзя предавать. Проходите. Добро пожаловать, сеньор Линарис. Вы готовы вспомнить старые добрые времена? Мне кажется, праздник как-то не очень. Почему? Ты еще не знаешь всю программу. Не хватает бокалов? Не понимаю. Проходи. Мне кажется, наша подруга рада тебя видеть. Даже встречает тебя с бокалом. Надеюсь, ты не против, что я пришел с женой. Перевод Вики Девина, субтитры Юлия 2011, организатор перевода Ланчик 74, озвучка Мария. Озвучка сделана специально для форума ТВ на вылаз и не только. Моя ненаглядная девочка. Конец 57 серии. Субтитры сделал DimaTorzok